Вторая линия терапии метастатического колоректального рака – выбор оптимальной последовательности лечения. Очень актуальная проблема колоректальный рак. С началом третьего тысячелетия эта патология занимает третье место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями, в структуре смертности – четвертое место. Очень актуальная проблема для Российской Федерации. Ежегодно регистрируется более 61 тысячи новых случаев. Колоректального рака и умирает более половины пациентов – 38 700 человек ежегодно. Системная терапия метастатического колоректального рака лежит на трех китах. С нами многие десятилетия уже теперь только три цитостатика активных при этом заболевания. Это вторпиримидинный, иринотыкан, иоксалиплотинный. К сожалению, на Ниве цитостатиков ни одного нового активного препарата до сегодняшнего дня больше не получено. То, что нас ожидает, например, ТАС-102, это тоже, в общем-то, вторпиримидин. Все новости касаются препаратов именно этой группы. И две универсальные стратегии биологической терапии. Это анти-ВГФ терапия, бивоцезумаб, афлиберсеп, появился мультикиназный ингибитор, ригорофениб и анти-ДЖФР терапии цитуксимаб и понитумума. И огромное количество работ, исследований по терапии метастатического колоректального рака в основном посвящены оптимизации различных режимов химио- и таргетной терапии и оптимизации последовательности лечения. На сегодняшний день юридически действует достаточно старая стратегия терапии метастатического колоректального рака, обоснованная ЭСМА. Мне очень нравится эта стратегия. Там во главу угла положена клиническая ситуация. Всех пациентов предложено делить на 4 группы, но нумерация почему-то с 0, а не с 1. И группа 0 и 1 – это пациенты с резектабельными и потенциально резектабельными метастазами. Которые могут быть вылечены. Соответственно, цель лечения – это выполнение резекции R0 и выздоровление. Но подавляющее большинство пациентов имеют нерезектабельные метастазы, которые никогда не станут резектабельными. Это группа 2 и 3. Цель терапии у этих пациентов – максимальное продление жизни при сохранении ее высокого качества. Появилось ли что-то нового в стратегии терапии метастатического колоректального рака за последний год? Но вот практически уже какое-то время назад мы являемся свидетелями смены терминологии в лечении метастатического колоректального рака. Мы привыкли считать режимы терапии по линиям 1, 2 и 3 и так далее, поздние линии. А вот здесь я привела рекомендации NCCN, где мы видим совершенно другие термины. Термин «инициальная терапия» и термин «последующая терапия» или «терапия после прогрессирования». Почему это происходит? Потому что в современных условиях подавляющее большинство пациентов получает адювантную терапию, включая оксалиплатин, содержащие режимы, или неоадювантную терапию, и затем переводится в резектабельное состояние. Соответственно, после резекции R0 пациенты, по крайней мере, могут считаться вылеченными. Соответственно, этот факт учета инициальной оксалиплатин, содержащей терапии, мы обязательно должны принимать во внимание при дальнейшем прогрессировании и планировании последующих режимов лечения. Что еще происходит нового в стратегии лечения метастатического колоректального рака? Ну вот практически уже год назад на предыдущем Всемирном конгрессе по опухолям желудочно-кишечного тракта был представлен новый проект рекомендации ESMO. Но новый конгресс начинается через неделю, пока этот проект до сих пор не утвержден. Опять-таки, он будет обсуждаться на очередном конгрессе в июле этого года, буквально через несколько дней. Мне нетрудно было перевести этот проект рекомендации. Достаточно сложный алгоритм выбора первой линии терапии, который предусматривает учет целого ряда факторов клинического состояния больного, молекулярно-генетического профиля, цели лечения и так далее. Но если вы посмотрите, все обновленные рекомендации, весь проект касается выбора только первой линии лечения. В отношении второй линии все, что мы можем подчеркнуть, это при прогрессировании переходим на вторую линию лечения. Только что прошел ежегодный конгресс АСКО в Чикаго. И опять-таки, большое количество исследований, секций было посвящено лечению метастатического колоректального рака. Что нового? Новое принципиальное различие между опухолями правосторонней и левосторонней локализацией. Оказалось, что молекулярные нарушения, играющие ключевую роль в патогенезе колоректального рака, различны при опухолях правой и левой половины толстой кишки. И эти молекулярные нарушения могут влиять и принципиально влияют на прогноз больных и ответ на лечение в первой линии терапии, по крайней мере, на ответ на антивИДЖФ или на антиДЖФР, моноклональные антитела. И вполне возможно, что в будущем мы будем учитывать при планировании лечебной тактики, в том числе и локализацию первичной опухоли. Но на сегодняшний день эксперты, опять-таки, едины во мнении. Этот факт нуждается в дальнейшей проверке, в проведении дополнительных исследований. А на сегодняшний день в клинической практике должны действовать старые рекомендации. Итак, как мы можем лечить больных после первого прогрессирования болезни? Достаточно сложный алгоритм действий, но общий принцип очень простой, он один. Основной принцип второй линии или терапии после первого прогрессирования – это смена цитостатика. С оксалиплатина переходим на иринотыкан, а с иринотыкан переходим на оксалиплатин. А что с таргетными препаратами? Как я уже говорила, и во второй линии лечения тоже можем применить два универсальных направления таргетной терапии метастатического колоректального рака. Блокада рецепторов ИГФР, которая эффективна только при отсутствии мутации в генах РАС. По поводу мутации, берав вопрос, все-таки дискутабельный. Примерно у половины пациентов могут применяться анти-ИГФР, моноклональные антитела, только с инфузионными режимами химиотерапии. И блокада ангиогенеза, воздействие на клетки окружения. С одной стороны, нет биомаркеров, с другой стороны, с моей точки зрения, это большое достоинство указанной стратегии, потому что она может применяться у всех пациентов, независимо от молекулярно-генетического статуса. Мы все привыкли говорить о важной роли сосудистого эндотелиального фактора роста ВИДЖФА в прогрессии опухоли, но оказалось, что этих факторов достаточно много. И важнейшую роль играет плацентарный фактор роста, который взаимодействует не только с рецепторами на эндотелиальных клетках, но и с клетками микроокружения опухоли, с астромальными клетками, облегчая миграцию опухолевых клеток, с макрофагами, влияя на рекрутмент и их активацию, с клетками-предшественниками костно-мозгового кроветворения, с дендритными клетками, которые играют ключевую роль в процессинге опухолиассоцированных антигенов и в передаче информации, активированным эффектором т-лимфоцитом, и с опухолевыми клетками. В предыдущих исследованиях было показано, что перед прогрессированием опухоли в крови пациентов регистрируется значительное повышение целого ряда факторов роста, включая и экспрессию ПИДЖФ. Причем этот механизм является одним из механизмов развития резистентности к бевоцезумабу. Поэтому на сегодняшний день в лечении метастатического колоректального рака у нас есть несколько стратегий антиангиогенной терапии. Это привычный нам бевоцезумаб, антителок ВИДЖФА, только А под варианту фактора роста ВИДЖФ. Это ромуцерумаб появляется, моноклональное антитело к экстрацеллюлярному домену рецептора ВИДЖФ-Р2. Это регурафениб, мультикиназный ингибитор, малая молекула, ингибитор тирозинкиназ целого ряда сосудистых факторов роста и других рецепторов. И герой носившего сегодняшнего дня Афлеберсеп или ловушка ВИДЖФ, которые блокируют различные факторы роста в кровотоке. Итак, что это за препарат и как он работает? Знаете, я давно прочитала еще, когда шли экспериментальные работы, прочитала идею его создания, действительно влюбилась в саму идею создания этого препарата. По какому пути шли авторы? Были взяты два фрагмента рецепторов ВИДЖФ-Р1 и ВИДЖФ-Р2. Те фрагменты, которые соединяются с различными факторами роста. И эти фрагменты сварили, если можно так сказать, между собой и присоединили к ФЦ фрагменту молекулы иммуноглобулина. Таким образом, фрагменты рецепторов отвечают за эффективность препарата и ловят в кровотоке различные факторы роста. А вот эта порция, фрагмент молекулы ФЦ, фрагмент иммуноглобулина, отвечает за фармакокинетику и длительную циркуляцию препарата в крови. Таким образом, афлеберсеп принципиально отличается от бивоцезумаба, потому что связывается с большим количеством различных факторов роста без сопутствующего образования иммунных комплексов. Препарат был изучен в рандомизированном исследовании третьей фазы у больных с метастатическим колоректальным раком, прогрессирующим на первой линии химиотерапии с оксалиплатином. Принцип основной – это смена цитостатика. С оксалиплатина переходим на иринетекам. Соответственно, за основу взят режим фолфирия с афлеберсептом или с плацебо. Добавление афлеберсепта достоверно увеличило все оцениваемые показатели эффективности. Медиану выживаемости без прогрессирования болезни, медиану общей выживаемости и частоту объективного ответа более чем в два раза. Это очень важный факт для больных, которые имеют симптомное течение заболевания и нуждаются в объективном ответе. Подгрупповой анализ показал, что выигрыш от афлеберсепта не зависел от основных прогностических факторов, включая статус ЭКОГ и предшествующее применение бивоцезумаба. Выигрыш регистрировался у больных с ЭКОГом 0,1,2, у тех, кто не получал бивоцезумаб ранее и у тех, кто получал этот препарат. Мы привыкли к тому, что кривые общей выживаемости при таргетной терапии рано или поздно сходятся. Есть какой-то выигрыш, а потом кривые пересекаются. Но в этом исследовании был замечен совершенно уникальный факт. Вы видите, что с течением времени кривые общей выживаемости расходятся, и выигрыш между группами только увеличивается. О чем это говорит? О том, что существует какая-то относительно, может быть, небольшая, но устойчивая группа пациентов, которые имеют длительный выигрыш от терапии бивоцезумабом в отношении увеличения продолжительности жизни. Ну и с учетом слов Владимира Михайловича о том, что на всех таргетной терапии не хватает, хотелось бы выяснить, а какая группа больных имеет максимальный выигрыш от афлиберсепта. Для этого в последующих анализах проанализировали анамнозаболевание, выживаемость в первой линии терапии, наличие раннего рецидива, предшествующие применения бивоцезумаба, статус ЭКОК и распространенность опухолевого процесса. Итак, исследование с афлиберсептом, исследование Велюр, включало очень разнообразную гетерогенную обширную популяцию пациентов. В частности, включались и больные, которые быстро прогрессировали на предшествующей терапии с бивоцезумабом. Если мы вспомним исследование ТМЛ, после которого была зарегистрирована стратегия продолжения бивоцезумаба во второй линии лечения после первого прогрессирования со смены режима химиотерапии, то в это исследование не включались больные, быстро прогрессирующие на первой линии с бивоцезумабом. В исследовании Велюр включались. Итак, каков же выигрыш от афлиберсепта в этой группе? Оказалось, что выигрыш от применения флиберсепта точно такой же, как и у больных с длительной выживаемостью без прогрессирования на первой линии лечения. Поэтому анамнез и темп прогрессирования на бевоцезумабе, к сожалению или к счастью, не могут помочь нам отобрать пациентов. Преимущество флиберсепта продемонстрировано во всех группах больных. Анализ исторических данных всех основных исследований по таргетной терапии первой линии лечения метастатического колоректального рака показал, что в среднем выживаемость без прогрессирования болезни на первой линии равняется 9 месяцам. Может ли вот этот факт как-то повлиять на эффективность флиберсепта? Но оказалось, что добавление флиберсепта увеличивает выживаемость больных и у тех, у кого регистрировалось более короткое лечение в первой линии, и те, кто дольше 9 месяцев держался на первой линии терапии. Поэтому анамнез заболевания никак не может помочь нам отобрать больных. Кроме того, в подавляющее большинство исследований по второй линии терапии не включались больные, которые прогрессировали в течение 6 месяцев на адювантной терапии с оксалеплатинсодержащими режимами. Больные абсолютно неблагоприятного прогноза, они включались в исследование со флиберсептом. И для того, чтобы сравнить результаты исследования Велюр с другими данными, пусть и не прямое сравнение, при последующем анализе мы исключили пациентов с быстрым прогрессированием после адювантной терапии. Оказалось, что выигрыш от добавления флиберсепта в оставшейся группе только увеличивается, причем выигрыш и в отношении увеличения общей выживаемости, и в отношении выживаемости без прогрессирования болезни. И опять-таки этот выигрыш никак не зависит от предшествующей терапии с бивоцезумабом. И больные, которые не получали бивоцезумаб, и больные, которые получали бивоцезумаб в первой линии, имеют выигрыш от добавления флиберсепта. Но, как мы уже знаем, механизмы действия все-таки различаются, поэтому вполне возможно, что препарат блокирует именно обходные пути стимуляции ангиогенеза. После этого был проведен многофакторный анализ в исследовании Велюр. Однофакторный анализ позволил выделить целый ряд клинически значимых факторов выигрыша от флиберсепта и проведенный затем многофакторный анализ позволил очертить нам подгруппу с максимальной эффективностью. Итак, максимальный выигрыш от добавления флиберсепта имеют больные со статусом ЭКОК-0 при любом количестве зон метастазирования из ЭКОК-1 и одной зоной метастазирования. Для этой группы выигрыш в общей выживаемости превысил 3 месяца, что для второй линии лечения совершенно фантастическая цифра, и опять-таки при подгрупповом анализе выигрыш регистрировался абсолютно во всех подгруппах. Причем интересно, что без флиберсепта больные всей популяции и с максимальной эффективностью лечились абсолютно одинаково. Именно флиберсепт в группе с максимальной эффективностью позволил увеличить выигрыш в показателях выживаемости и увеличить частоту объективного ответа. Итак, как мы можем лечить больных во второй линии лечения? Мы можем проводить терапию с включением анти-GFR препаратов, но очень странный факт, ни в одном из исследований третьей фазы добавление анти-GFR антител во второй линии лечения не увеличило общую выживаемость. Или можем проводить антиадгиогенную терапию, и из пяти исследований в четырех было зарегистрировано достоверное увеличение общей выживаемости от применения антиангиогенной терапии. Причем при непрямом сравнении популяций выигрыш от перевода на флиберсепт в группе больных, которые получали ранее бивоцезумаб, больше, чем от продолжения бивоцезумаба. Таким образом, применение флиберсепта во второй линии терапии медстатического колоректального рака в комбинации с режимом фолфири достоверно увеличивает общую выживаемость по сравнению с только химиотерапией. А флиберсепт продемонстрировал выигрыш в общей выживаемости независимо от времени до прогрессирования в первой линии лечения, независимо от предшествующего применения бивоцезумаба. Пациенты, получавшие бивоцезумаб в первой линии, имели пользу от последующего назначения афлиберсепта, опять-таки, независимо от времени до прогрессирования на бивоцезумабе. И комбинация флиберсепта с режимом фолфири максимально эффективна у больных со статусом ЭКОК-0 при любом количестве метастатических зон и со статусом ЭКОК-1 и одним поражённым органом. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Евгения Владимировна. Пожалуйста, вопрос. Евгения Владимировна, скажите, пожалуйста, всё-таки обычно препараты, которые эффективны в третьей и второй линии, их пытаются использовать в первой линии, да? И, насколько я знаю, были работы по применению флиберсепта в первой линии. Почему, так сказать, всё-таки они не были так успешными, как хотелось бы? Какое Ваше мнение? В первой линии лечения флиберсепт попытались сочетать с оксалиплатин, содержащим режимом, а всегда надо смотреть, так сказать, базу. В базовых исследованиях в своё время было показано, что флиберсепт максимально эффективен в сочетании с иринотыкан, содержащими режимами. Вот какая-то такая особенность препарата. Может быть, в этом кроется ответ на Ваш вопрос. А с иринотыкан, содержащими режимами, конечно, чаще всего это вторая линия лечения. И здесь мы получили и действительно выигрыш в общей выживаемости. Ну, а что касается вопроса об возможности использования антиангиогенных препаратов с одевантной целью. Вот как Вы считаете, в чём причина, так сказать, того, что биоцизумаб, допустим, вообще антиангиогенные препараты одевантно неэффективны? Наверное, в отсутствии, так сказать, объекта на уровне микрометастазов, в отсутствии объектов для воздействия антиангиогенных препаратов. Если бы мы, может быть, проводили бы одевантную терапию в течение 5 или 10 лет, кто его знает, может быть, и получили бы какой-нибудь выигрыш. К сожалению, вот в те сроки, в которые она проводится, нет объекта для действия антиангиогенных препаратов. Понятно.